МАРГАРИТА БУНЮШЕВЧ МАРГАРИТА БУНЮШЕВЧ Когда ты привыкаешь к этому, спустя месяца три, наверное, ты уже все свободно, ты знаешь всех учителей, ты понимаешь, как с ними разговаривать, как с ними работать. Тренировки к тренировкам ты, соответственно, тоже привыкаешь два раза в день. И если в боксе таких, как Маргарита, единицы, то вот в тэквондо девушкой никого не удивишь, на тренировках коней в большинстве. Корейское боевое искусство отличается в первую очередь тем, что здесь активно используются ноги для ударов, блоков и даже бросков. К слову, в этом виде единоборств девушек привлекает как раз-таки необходимость быть развитым всесторонне. Ведь помимо физической подготовки спортсменам необходимо правильно выстроить поединок и просчитать следующие несколько ходов соперника. К слову, как говорят тренеры, в последние годы количество девушек в олимпийских видах единоборств значительно увеличилось. Девушки ради спорта жертвуют и красивым макияжем, и укладкой. Сегодня они на родне с мужчинами принимают участие в крупных соревнованиях по дзюдоу, боксу или, например, тэквондо, и занимают там лидирующие позиции. Даже сейчас за моей спиной проходит подготовка к первенству Гродницкой области по вольной борьбе среди девушек от 13 до 15 лет. Каждая из них, к слову, имеет стаж в спорте минимум два года. В зале борьбы соревнования проходят едва ли не каждый месяц. Помещение для этого полностью оборудовано. Ну а в обычные будни тренировки здесь расписаны буквально по минутам. И неудивительно, обучение проходят ребята всех возрастов, начиная от группы начальной подготовки, где малышам по 8-9 лет, и заканчивая сборниками, юношами и девушками, которые покажут свои умения на международных соревнованиях. Здесь четыре тренера начальной подготовки по вольной борьбе и четыре тренера начальной подготовки по греко-римской борьбе. Да, это восемь тренеров, это практически у каждого здесь по две группы минимум проходит подготовка. Для начальной подготовки больше используется игровой метод. Они больше играют, больше координации, больше акробатических упражнений, им наоборот нравится. А потом уже, когда уже подходит этап углубленной подготовки, тогда уже идет специализация. Там немножко уже кропотливый труд. Там уже нужно терпение, нужна такая усидчивость. С 16 лет каждый спортсмен может поступить в училище Олимпийского резерва. Именно так сделала и Маргарита Банюшевич. Здесь жизнь подростков полностью меняется, начиная с режима дня. Сначала утренние тренировки, потом стандартные уроки по школьной программе, а вечером снова в зал. Справиться с такой нагрузкой, говорят, тренеры может далеко не каждый. Самая сложная задача – не попасть в училище Олимпийского резерва, а задержаться здесь. Некоторые спортсмены, приезжая на сборы, не выдерживают даже недели таких тренировок. Мы занимаемся не только чисто боксом, мы работаем над физическими качествами, которые нужны боксеру. Бегаем, прыгаем, играем, в бассейнчике ходим, плаваем. Вы знаете, скажем честно, мальчика видно, вот мне уже сразу как-то видно. Мальчишка, когда приходит, конечно, еще не знаешь чисто психологических моментов, качеств, но чисто двигательные навыки и желания видно как-то сразу. Определить будущего чемпиона опытный тренер может прямо на первом занятии. Только помимо таланта и способности ребенка есть еще и переломные моменты, в которые спортсмену хочется все бросить и уйти. Главное, чтобы в эти секунды рядом был тренер. Он и верный друг, и наставник, который сможет дать правильный совет. А вообще в Гродницкой школе Олимпийского резерва сложился уже не просто коллектив, а семья, в которой есть даже собственный ушастый талисман. И поэтому о том, чтобы бросить спорт, у многих из воспитанников нет даже и мысли. К слову, здесь ребята могут получить еще и среднеспециальное образование, тренер-преподаватель. И таким шансом пользуются многие. Я знаю, что я хочу это делать, я пришел сюда для чего-то. У меня цель есть какая-то своя. Я занимаюсь уже около 9 лет. На самом деле, с маленького возраста пришел бокс со второго класса. Это очень серьезное решение было. Прийти сюда уже, пятый год уже идет, как в училище Олимпийского резерва. Меня вот Алексей Александрович взял. Тренировки по несколько раз в день, частые сборы, двойная физическая нагрузка и строки режим. Так выглядит будни обычного спортсмена олимпийских единоборств. И в Гродо сегодня развиваются всего 7. Тэквондо, карате, дюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба и бокс. Однако, прежде чем дойти до профессионального уровня и взять золото на мировом чемпионате или Олимпийских играх, придется пройти строгую и усиленную подготовку. Например, ребята из команды по тэквондо уже через несколько дней представят наш город на открытой международном турнире Кубок столицы. У нас в училище Олимпийского резерва тренируется 13 спортсменов. В том числе и девочки, и мальчики. В ГОК ЦОРИ, это центр олимпийской подготовки, тренируются 4 человека. Это те основные резервы, которые в данный момент я с ними работаю. Сейчас, скажу честно, очень популярный стал тэквондо. У нас, наверное, один из видов спорта, который практически пропорционально ровно занимает и девочки, и мальчики. Наряду с легкой атлетикой и гимнастикой на олимпийские виды единоборств в Гродно определенно возлагают большие надежды. И в этом году ожидания были полностью оправданы. Наши единоборцы по праву считаются лучшими в стране, и не только в стране, но и в Европе, и в мире. Стоит только сказать, что на Олимпийских играх в Токио было завоевано 4 лицензии спортсменами и борцами вольного стиля. И наш спортсмен Катя Магомедов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх. Что касается дюдаистов, то в этом году воспитанник нашего учреждения с Дешор 4 Витковский завоевал бронзовую медаль первенства Европы. Наши боксеры также порадовали в этом году Алексей Алферов и Женя Кормильчик, завоевали серебряную и бронзовую медали чемпионата мира взрослого. И на этих медалях спортсмены Гродненского региона останавливаться не собираются. Борцы уже начали готовиться к международным и европейским соревнованиям 2022 года. Анна Соловей, Виталий Рубанов. Специальный репортаж. Гродно+.